Кубок Италии 97-98 года. Все готово к началу этого дерби номер 139. Ну и в счастливые времена для Интера, какими являются эти годы, болельщики красно-черных испытали 90 приятных минут, чего не скажешь об их исторических противниках. Боб, Леонардо, Леонардо, 11-метровый. Готовится бить Альбертини. Альбертини против вратаря-пальюки. Гол. Штанга, гол 1-0. 29-я минута. Мяч у Савичевича. Савичевич, защитник Сартор, отбивает мяч на Ганца. Удар 2-0 на 32-й минуте. Леонардо, Леонардо, переводит мяч на Савичевича. Савичевич, Альбертини. Штанга, много защитников. Еще одна ошибка защитника Сартор, он откидывает мяч в ноги Савичевичу. Удар, гол 3-0. Гол Савичевича на 43-й минуте. 43 минуты и 40 секунды. Никогда в послевоенное время Дерби не проходило с таким преимуществом отбой из команды. Счет 5-0 в пользу Милана явился уроком для всех. Красно-черный, черно-голубых и нейтралов. Дерби подтвердило, что матчи такого плана содержат всегда сюрпризы. И что не все рекорды этого вида соревнований еще установлены. Под знаком полного преимущества. В истории Дерби были годы, когда доминировала во всем одна из команд. Это, например, когда кто-то вместе с победой в Дерби побеждаете в чемпионате. Хотя это, конечно, свидетельствует о полном преимуществе. В сезоне 70-71-х годов победа Интера в Дерби со счетом 2-0 во втором круге оказалась в отбойне важной. Так как послужила Мацолия его товарищем трамплином в гонке за лидером чемпионата, которым в тот момент был Милан, операцию удалась. Интер стал чемпионом в 11-й раз. И Милану удалось наказать Интер дважды в Дерби и в первенстве. Гол забил Маунтера в матче первого круга. На следующий год Интер отомстил двумя победами 2-0 в первом и 1-0 во втором круге. Выделяется блестящий крой Бекалосси, который войдет в историю Дерби как высококлассный игрок. Дерби 88-го года во втором круге показал, как Милан идеально освоил ту игру, которую выстраивал в команде тренер Ариго Саки. Гол гулета является показательным и придал матчу такой оборот, что Интеру пришлось только обороняться. Продолжение следует... На восьмой минуте второго тайма Уолвер Дисса подтвердил права победителя. Интер на радость его болельщиков стабинулся. А в 88-м, 89-м годах этот таран руководимый Тропотони сметал всех и вся. И оказалось, что достаточно гола Сирены после точного паса Бергоми, чтобы взять очки в копилку победного рекордного чемпионата. Масара, которого не спасало Милану проведение на последней минуте, забивает гол в Дерби второго круга. Так началась эра под руководством Капелла. В том году Милан в чемпионате не проиграл ни одного матча. Золотым для болельщиков Милана стал сезон 93-94-го годов. Их команда в третий раз в порядке стала чемпионом Италии, выиграла Кубок чемпионов и оба Дерби. И большего не выиграть. В матче первого круга гол забил Пануччи, который дебютировал в Дерби. И француз Попен, умевший вжимать все из голевых моментов. Второй матч проходил в более спокойной для Милана обстановке, так как в первенстве команду никто уже не мог догнать. Да и звезды благоволили ей, как считали болельщики. Хотя, наверное, употребляли для выражения этой мысли совсем другие слова. Два болельщики Интера, и прям Милану повезло, когда после удара Савичевича Ири Кашета-Бергоми Дзенга пропустил мяч. 1-0. За 4 минуты до конца матча Скилачи сравнивает счет, но до покоя еще далеко. Массару бьет издалека, и мяч находит путь в сетку. 2-1. Дерби получает завершение пацана из градости или горького разочарованию болельщиков. И они за Интер. Кому чемпионат, а кому дерби. Часто случалось, что команда, выигравшая чемпионат, проигрывала оба дерби. Причина в настрое соперника, который хотел отомстить за прошлый проигрыш. Или, что важнее в гордости, что ты дважды выигрываешь самую сильную команду чемпионата. Такое в последний раз произошло в 62-м. Интер выиграл 2-0. Голы забили Марбелло и Суарес. Тогда Интер был впереди, но потом резко отстал. Да, отстал от своих вечных противников. Во втором круге 54-го года Милан обыграл Интер, который потом сумел выиграть первенство. Обыграл с классическим счетом 2-0. Счет открывает Нордель. Бомбардир Дерби с 12-ю голами. Удаление с поля Скоблунда облегчило задачу красно-черных, которые спокойно контролировали матч, забив за 15 минут до конца гол в исполнении Соренсена. В чемпионате же Интер оторвется от Милана на целых 7 очков. В 65-м году Интер завоюет звание чемпиона, но проиграет сухим счетом 0-3 Милану. Дерби под копирку. Счет 1-1 в обоих матчах зафиксирован в шести чемпионатах. Чемпионат Италии. 122-е дерби ожидают с нетерпением болельщики обеих команд. В рядах Милана дебютирует этал аргентинец Кукьярони, а в Интере после большого перерыва должен появиться Массей. Интер-фаворит дерби, но в таких матчах, как известно, все может случиться, особенно если помнить о психологическом подтексте. На 12-й минуте в матче намечается резкий перелом. В контратаке Скоглунд навешивает мяч в страшную, куда врывается Пандольфини. Сильнейший удар. 1-0. Для Милана, который в чемпионате до этого проиграл оба матча, такое начало могло казаться сокрушительным. Но Скифина и его команде удается преодолеть шок. Надо отвечать ударом на удар. Братарь Гетци отражает два волноводных удара, а защитные линии Интера действуют безукоризненно. Но через 4 минуты Миланцы сравнивают счет благодаря работе в центре поля Скифина, блестящего диспетчера. После его паса Скоглунд завивает гол. Бросок Гетци не спасает команду. Даже Пинасти, который реализовал Массей, не позволяет определить победителя. Оба вратаря трудятся, как и положено в таком матче. Мичья. Обе команды не реализовали массу голевых моментов. В этом они могут винить только себя. Да. Со счетов 1-1 завершается и дерби во втором круге чемпионата 56-57 годов. Голы забили Миланец Бин и Инверницы за Интер. В сезоне 62-63 годов дерби первого круга упразили голы Маскио и Пивацелли. Матч второго круга пошел в легенду, так как тогда был самый быстрый гол в истории футбола. Милан-Интер. На Сан-Сиро у 80 тысяч болельщиков замерли сердца. Милан-Интер судит матч Лобелло, и все мы понимаем, что это значит. Интер. Мацола. Суарес. Корсо. Пас на выход. Мацоли. Удар пол. На 13-й секунде матча гол Сандрина Мацолы достойный сына великого Валентина Мацолы. Интер получил фору для Милана. Путь к завоеванию титула чемпиона усложняется, и Милан доминирует на поле, уязвленный в своих амбициях. Контратака Миланца сносит в штрафной игрока Интера пенальти. Йоц-Суарес. Гетци попался на финт, но мяч попадает в штампы, и болельщики Интера разочарованно молчат. И снова волнуются трибуны. Бенетта сравнивает счет. Интер взывает к арбитру, указывая на положение вне игры. Сани. Арбитр засчитывает гол. Но потом отменяет его, посоветовавшись с боковым судьей. Интер начинает верить в победу, но на поле золотой мальчик Ривера. Ривера начинает комбинацию. На сей раз гол не придерешься. Алтафини. Сани. Удар. Гол. А1-1. Дерми в первом круге 67-68 годов запомнился болельщикам. И не только тем, что Бенеттес вывел Интер вперед блестящим ударом, но и обстоятельствами вокруг ответного гола, который забил Ривера. Мяч попадает в перекладину, отскакивает в поле. Судья Агостини не фиксирует взятие Ларона. Но миланцы набрасываются на него и убеждают, что боковой судья все видел лучше. Гол засчитан. Потом на телеэкране при повторе выяснится, что гола не было. С этого дня и будет использован повтор как средство проверки правильности решений судей. И дерби второго круга закончилось со счетом 1-1. На сей раз чистые голы забили Капеллини и Хамрин.